Уже сегодня эти кусты петуни сменят тепличную прописку на городскую клумбу. Одни из них станут частью импровизированного вечного огня, другие украсят цветочную аллею. В такой судьбе омские агрономы готовили своих подопечных середины января. Температурный режим и подсветка обеспечили схожесть. А своевременная пикировка, пересадка в отдельные ячейки, позволила рассаде набрать силу. Мы их подкармливаем через каждые 7-10 дней, в зависимости от того, как она выглядит, рассада. Стараемся так. Подкормка, но если что-то там бывает, приходится их обрабатывать от болезни. Рассада, выращенная в тепличных условиях, не пропадет и в открытом грунте. Закалила уличная жизнь. С июня растения на день выносят из теплицы. Те же, что покрупнее, и вовсе круглосуточно привыкают к сибирскому лету. Под лучами солнца появляются и первые цветы. Их-то и ждут оформители клумб и создатели цветочных композиций. Из кассет рассада петуньи пойдет прямо на грядки. Работая с каждым кустиком, проще всего нарисовать оригинальный узор на клумбе. А вот высаженная за месяц петунья в озонах украсит вертикальные арки. У мастеров цветочного отдела к исходному материалу особые требования. Растения должны быть не ниже 20-25 сантиметров. Вот только природе этого не объяснишь. Тогда в ход идут смекалка, находчивость и даже фантазия. Из разной рассады, разной высоты, качества, они создают действительно вот такие цветочные шедевры. Выравнивают их по высоте, подбирают их по рисунку, по цвету, чтобы все это сходилось. Здесь очень большая работа. Благодаря мастерам на газонах парка появляются ромашки с хризантем, шафрановые аллеи, георгиевские ленты и звезды победы. В планах – вечный огонь и голубь мира. Увидеть шедевры и цветов о мечи и гости города смогут уже в ближайшее время. Центральная площадка флоры откроется 31 июля. Официально выставка продлится до 4 августа. Но при заводливом отношении цветочные картины способны украшать город вплоть до первых заморозков. Анна Кокорина, Дмитрий Хромцов, 12 канал. Дмитрий Хромцов, 12 канал.